И в начале видео я хотел бы вам показать, как убить эту колесницу другим способом. Как можно видеть, она перепрыгивает здесь, этот опрыв. Мы не будем дергать этот рычаг. Предварительно я уже убил всех скелетов и двух некромантов. И теперь можно спокойно, с чувством, с толком, с расстановкой, пытаться эту колесницу застрелить. Процесс достаточно муторный. И как мы можем видеть, как только у лошади остается четверть жизни, ей не хватает сил, чтобы перепрыгнуть через этот обрыв. И нам ничего не остается больше сделать, как помочь ей упасть. Душа колесницы палача. И, кстати, я забыл ее в прошлый раз прочитать. Душа колесницы палача, властвующего над Чистилищем Нежити. Призвание этой колесницы пытать мертвых, и она приняла облик ужасного бешеного скакуна, отражающий душу ее хозяина. Вообще, эта колесница имеет такое символическое значение. Она как бы носится по кругу, что как бы символизирует цикл перерождения. Нежить воскрешается, и она раз за разом, проходя очередной круг, убивает ее снова и снова. Именно поэтому это место и называется Чистилищем Нежити. Но мы тем временем возвращаемся к нашим кошкам. У нас опять 49 тысяч душ накопилось. Давайте примерно силу и ловкость будем прокачивать на одном уровне. В скором времени я схожу к бабулькам и перекачаюсь на что-нибудь эдакое. Но пока побегаем так. И давайте поставим наш цвайхендер, который мы подготовили в прошлой серии. Такой вот у него мувсет, размашистый. Я буду пользоваться им в дручном хвате. В принципе, щит нам можно вообще убрать, чтобы он не добавлял нам лишний вес. Съем человечность, а то как-то в таком костюме наблюдать на вот эту страшную зеленую спину меня не очень вдохновляет. Я думаю, вас тоже. Вообще, конечно, я классно выгляжу. То есть с таким огромным мечом и на каблуках. Очень стильно. Так, ну ладно. Я думаю, нам пора продвигаться дальше. Для этого нам нужно переместиться в темнолесье. Темнолесье. Здесь у нас развилка. Три пути, два из которых нам пока не нужны. Нужен нам вот этот путь. Который покрыт туманом. Очень туманный путь. И никакой факел здесь нам не поможет. Но самое противное то, что в этом тумане... И так нихрена не видно. К тому же здесь еще и входят невидимые... Войны. Очень противные... Невидимые войны. Вот эти большие деревни можно бить. Они кричат и переманивают... Этих невидимых тварей. Есть еще желающие. Похоже, что нет. Я уже забегал в этот лес. Тут пробегал совсем чуть-чуть по краю. Примерно таким путем я бежал. Чтобы попасть к нашей живой голове. Голова Вингарла и... Да. Невидимки еще и умеют делать бакстабы. Централизовка, конечно же, на них не действует. Главное нам голову Вингарла не повредить случайно все-таки. Нам она еще нужна целая невредимая. С ним будет связан еще небольшой типа кластик. Он еще и очень верткий. Ну, явно тебе нравится, что я лечу. Не дает совсем он меня замахнуться. Возможно, мне помог бы немного щит. Вот, наконец-то я его поджал. Здесь у нас душа гордого рыцаря и человеческая фигурка. Ладно, к Вингарлу мы еще вернемся. А нам предстоит обследовать это... Неприятное туманное место. Здесь у нас еще одно мертвое тело. Душа и лучистый самоцвет. Но это не так важно. Самое важное то, что здесь... Можно найти несколько сундуков. Если мне не изменяет память, их здесь... Три штуки. О, я его приманил. Этих невидимых здесь... Приличное количество. Если они нападут сразу на меня толпой, то это будет... Не очень приятно. Здесь у нас еще одно тело. Большая душа. Блин. Хоть, блин, дротики их не отравляют. Спасибо. Стоять. По идее, их... Можно сделать менее прозрачными. И даже... Нацеливаться на них, если бы у меня было определенное колечко. Но это колечко можно получить только в DLC. Когда я его получу, оно уже будет не так актуально. Ну, главное не торопиться и немножко потерпеть. И очень внимательно слушать их шаги. Лучше держаться края карты. Идти как можно ближе к скале. И вот этот подъем, это, можно сказать, выход из этого леса. Можно, чтобы продвинуться дальше, уже идти вперед. Но... Если вы хотите забрать полезные ништяки, то придется здесь еще немного побегать. Ну, и вот как раз первый сундук. И я слышу, что где-то кто-то катается. По-моему, если он меня уже конкретно наметил, то дерево нам уже не поможет. А, нет. Помогает. Так, нам нужно добраться до этого сундука. В принципе, это не проблема. Просто нужно идти вдоль скалы и... Вот все. Поднимаемся на уступ. И это полезное кольцо. Кольцо Клорантии. Более продвинуться кольцо Клорантии и... Засрается. Даже, блин, на этом уступе у меня нет покоя. Везде меня найдут. И здесь у нас собрать. Лучше туда не падать. Так. Движемся по краю. Там у нас еще... Самое забавное, это когда играешь здесь. В онлайне. Потому что, помимо этих духов, здесь также еще видно духов других игроков. И начинаешь путаться, кто из них настоящий, а кто из них фальшивый. Так. Здесь у нас очередной сундук. Чтоб сзади не зашли. Пока я сундук открываю. А то в таком платье. Древнее кольцо Солнца. Странное каменное кольцо, в котором заключен жар пламени, набирает мощность при наносимом уроне персонажу. Затем взрывается, нанося повреждения всем окружающим врагам. Не задевая при этом носителя. Наши дела, как хорошие, так и плохие, вернутся к нам. Так или иначе. Очень сомнительное в плане практичности кольцо. Не знаю, кто его применяет. Я, по крайней мере, таких людей не знаю. Где-то здесь, по-моему, есть еще один сундук. Главное... Да, вот он где-то тут. Ой. Но перед тем, как выбрать, надо лучше постучать. Я слышу шаги. Он тут даже не один. Хорошо, что я долго не могу дерево. Мало того, что они невидимые, на них нельзя нацеливаться, так они еще и прочные собаки. И можно услышать, как кто-то смеется. Кольцо Чистый Лазури. Возможно, чревато тут читать кольца, конечно. Кольцо Чистый Лазури плюс один. У нас даже обычного еще не было. Бывший хозяин этого кольца, Фиоренца, единственный по-настоящему богатый торговец. В Волгине ускоряет использование заклинания. По-моему, мы уже читали такое кольцо у кого-то. Обычное. Так, где эта бочка? Смеющаяся бочка. Проклинает. Рядом с этой бочкой, да, тут обязательно кто-то бегает. Я тебя вижу. Достать, блин, не могу. Поэтому, да, здесь, конечно, вот как раз вот такое оружие типа Свайхендера, размашистое, очень помогает. Особо не нужно целиться. Если вы сюда привезли с какой-нибудь трапирой, то это капец. Вас тут будет ожидать очень неприятный сюрприз. Так, где-то здесь еще, по-моему, будет тела. А, вот. Янтарная трава. И, по-моему, в этом лесу больше ни черта полезного нет. Три ящика я собрал, три кольца и... Вроде как это все, что можно найти, по крайней мере, в шкалере. Ну, здесь, конечно, можно найти проблем на свою задницу, потому что еще вы остались здесь живые. Ух ты. Вот эти духи. Венгарла нам рассказывал, что на этих землях было какое-то очень кровопролитное сражение. И, возможно, это сражение как раз было в этом лесу, либо на этом месте, где потом вырос лес. Эти духи как бы... Это погибшие воины, которые сражались здесь. Возможно, это одна из теорий. Ну, по крайней мере, с них ничего не падает, и кто эти духи понять невозможно. Разбитая бочка. Ну, по-моему, все. Если я что-то пропустил, напишите мне в комментариях. Ну, даже если я что-то и упустил, по-моему, это не так критично. Блин, еще и цвай у меня под угрозой. Давайте его заменим на что-нибудь. Где у нас катана? Утиготана. Ну, ладно. Все, входим отсюда. И следующая часть темнолесия, если честно, мне не очень нравится. Там, кстати, можно разглядеть бабочку. Ну, она, как обычно, ничего полезного не даст. Сейчас мы заберем этот предмет. Во-первых, эта локация очень невзрачная. Просто очередные руины, покрытые зеленым мхом. И так выглядит практически вся локация. К тому же, сами враги в этой локации очень странные. И, как бы, вообще, как я считаю, не очень вписываются в концепцию Dark Souls. К тому же, они встречаются только здесь. И кто они, и для чего они вообще? Нахрена они тут есть? Мне непонятно. Какого-то конкретного лора на них тоже нет. Ну, сейчас я покажу вон этих врагов. Вон один из них стоит закаменевший. Здесь также у нас встречаются эти невидимки. Ну, только здесь отдыхают. Кстати, можно поставить обратно цвай. Да, без кпк-качки здесь тяжеловато. побольше прокачать свое оружие. Ну, цвай, в принципе, еще ничего. Так, здесь, если подняться наверх... Так, я здесь уже забрал, да? Пока болтал, уже забыл. И, как раз, вон туда можно попасть. Где я только что сбил бабочку. Туда можно попасть двумя путями, и лучше попасть отсюда. Так просто туда пройти нельзя. Нужно сделать небольшой прыжок. Это сэкономит нам ароматную ведь. Можно было пройти оттуда, но тогда пришлось бы размораживать вот этого льва. Человекоподобного льва. Здесь у нас видающая закатная трава, но это еще не все. Самое важное лежит здесь. Так, почему я держу свай в одной руке? Он даже умудряется забивать этих рыцарей. Душа. Сумеречная трава. И очищенный костяной прах для апгрейда нашей бутылочки эстуса. Теперь главное не упасть. Это похоже на какой-то мост, судя по всему. Здесь очень много разрушенных мостов. Один мы уже видели, который шел в частильще нежити. Тоже был разрушен. На смену его был сооружен ветхий веревочный мост. Алибарда Черного Рыцаря. Алибарда одного из рыцарей, давным-давно служивших Владыке Света. Плоть тех рыцарей сожжена пламенем, но они по-прежнему сильны и стоят дозором, охраняя свой мир от незваных гостей. Свой мир. Так, здесь мы все собрали. Ух, надеюсь, каблуки я не сломал. Это чертая урна. Ненавижу эти проклинающие урны. Душа отважного воина бомба. И отсюда можно разглядеть нашего старого друга на инвалидном кресле. По идее, даже туда можно запрыгнуть, если прыгнуть сверху. Можно запрыгнуть в эту дуру, но лучше попасть туда более легальным способом. Я бы даже сказал, более безопасным. И нам нужна ароматная ветвь, чтобы оживить эту тварь. Такие вот очень мощные люди-львы. Ключ-клык. Он нам дает. Он нам очень важный предмет. Он нам пригодится. Странный ключ в форме клыка дикого зверя. Что за мастер создал такой ключ? Какой замок он должен открыть? Скоро мы об этом узнаем. Мы опять возвращаемся к костру. Лучше не отдыхать. он восстановит тут всех и вся. Хотя в принципе не так много. Мы тут кого-то убили. Так. Внизу здесь у нас сундук. магический болт. Десять штук. Здесь пройти нельзя. Да. Эти чертовы условности дарксоусовские. Где вроде как нужно поднять ножку и переступить. Но нет. Да. И меня проклинает. Эти урны умудряются проклинать даже находясь где-то выше или ниже. и это очень бесит. Вообще эти урны очень бесит. Наставлены в очень большом количестве. Всегда понятно где они стоят. Особенно когда впервые приходишь на эту локацию. Там вот очередная бабочка. если прислушаться можно услышать некое бормотание. Это как раз вот эти невидимые воины по-моему бормочат. Ладно лук пока не будем убирать. Сама эта часть локации не очень большая. Вот она как раз вот бормота. В принципе если просто ее пробежать то достаточно пройти вот сюда вот в этот проход и все. Это уже можно сказать мы попадем к боссу. Но если мы хотим все обследовать то придется немножко еще подбегать. и давайте для начала обследуем левую часть этой локации. Вот это место это ловушка можно сказать здесь лучше не вставать на пол. Бочка провалилась. Можно расслышать как будто бы голубь воркует. не дает на замок отзвая. Блин надо отзвая до семерки прокачать. Там наверху можно разглядеть труп. Ладно туда мы пока не пойдем. Хотя в принципе давайте сходим сюда сначала. Здесь еще лединка спрятался уже почем так с вином. Лучше бы вон там и сидел. А также здесь еще и последствия. Так у меня есть еще одна ароматная ветвь. Мне повезло. Пока я его размораживаю и меня сейчас это урно проклянет. Выпад это конечно прекрасно но очень долго выходит. В принципе эту ароматную ветвь стоит тратить потому что тут же мы получаем еще одну ароматную ветвь и сет львиного мага. Мантия львиного мага. Такие мантии носили маги из клана льва. Клан льва особый народ. Упоминания о нем в летописях появились так внезапно словно однажды этот клан буквально вылез из-под земли. Да. Очень странные противники которые есть буквально на этом пятачке по-моему больше они по-моему нигде не появляются. Ну возможно чуть дальше еще в этой локации. И все. И больше о них ничего не будет известно то что они вот откуда-то вдруг внезапно появились. Как я уже говорил сама эта локация и вот эти львы мне не очень нравится. львы могут вызвать огромную попоболь если вы играете за мага. Они обладают просто огромным резистом магии кстати вот этот лев особый золотой гениал. Здесь у нас еще один лев если его разморозить там за ним лежит предмет но я пока не буду тратить ароматную ветвь не помню можно ли получить этот предмет каким-то другим способом но по-моему нет по-моему обязательно нужно всех этих любят здесь разморозить чтобы забрать все но чтобы их всех разморозить мне не хватит ветвей потому что здесь получается здесь здесь один там за лестницей где-то тут был еще один просто пока на заметку себе поставим да вот он еще один закрывает сундук так у нас скоро кцвай сломается вроде такой огромный меч так быстро ломается сразу кстати нам пригодится какой-нибудь лук или арбалет чтобы разбивать эти гнусные смеющиеся бочки потому что они тут стоят в таких местах лучше их разбить сразу потому что как только я зайду в это здание меня просто проклянут единовременно здесь у нас еще один отдыхающий огненная бабочка факел ничего хорошего ничего сверхъестественного так и вот похоже она где-то внизу еще смеется и травит мне душу явно потому что я ее не вижу она где-то есть да вот она душа отважного рыцаря ключ камень фараса очень много что-то я камней фараса насобирал но они нам в принципе пригодятся в скором времени здесь у нас находится нечто нечто похожее на огромного скорпиона у скорпиона получеловека так о забыл что здесь у нас ящерка в принципе с вами они неплохо тоже переворачивается различные осколки титанитов каменных разрядов здесь у нас сундучок бердыш заточенный на тьму бердыш мы поднимали секир с большим лезвием размахнувшись пошире можно наносить рубящие удары на расстоянии но при этом владелец оказывается очень уязвим не нравится мне все дарсоус различные пики бердыши и тому подобное так ради интереса конечно можно побегать но не более ну что ж привет но он не отвечает похоже мы его не понимаем и нам здесь пригодится одно колечко которое я предусмотрительно купил заранее называется кольцо шепота если его одеть то мы вообще начинаем слышать различные странные звуки если рядом есть какие-нибудь твари слышите уже страшно какие-то ...это... ...другие. Мы once had a master. Он создал нас долго, долго. Но он был родным с ума сила. Он неизвестен тех, кто им не было, и остался полностью милым в хрень. В конце концов, он сделал себя ужасно. И, конечно же, этот его мастер, это... ...бесчешуйчий дракон Сид. Который впоследствии спядил. Мастер был трагически ловим. В конце концов, его солиды... ...это его причина. В конце концов, ...это он никогда не понимал... ...это он действительно потерялся. Никто не знает, когда мы родились. ...это он не знал. ...это он не знал. Он даже не знал. Он говорит на русском языке. Он мне и мою... ...беда. ...это он не знал. ...это он не знал. ...это он не знал. ...это он не знал. ...авторых причин. ...это он не знал. ...это он не знал. ...это он сам был тем... ...это он не знал. ...это он не знал. Ну что ж, Тарк, ладно, мы окажем тебе услугу. Сразишься ты со своей невестой, но нам, наверное, стоит еще сбегать вот сюда, не потратить здесь ароматную ветвь. Двойной охват, пожалуйста. Наверное, стоит убрать это чертово кольцо. Чтоб не заслушать это блеяние. Мне к тому же кольцо Кларанти все-таки, наверное, пополезнее будет. И здесь у нас огромное безголовое тело с двумя огромными мечами. Но, как ни странно, ему даже можно сделать бэкстеп. Доспех Венгарла, перчатки Венгарла, сапоги Венгарла. Да, это тело Венгарла, голова которого валяется внизу. И как раз это вот то самое место, которое я был уже с другой стороны. Я говорил, что если не прыгнуть там, то придется тратить ароматную ветвь. И как раз, кстати, Глава Венгарла валяется вот именно там. Ее даже отсюда, по-моему, можно разглядеть. Вот она там на опушке. Но падение отсюда будет смертельным. Если вообще отсюда можно упасть. Получается, он где-то здесь потерялся угол, голова улетела туда, а тело осталось здесь. Давайте почитаем сцит Венгарла. Доспех Венгарла. Этот доспех носил свирепый Венгарл из Форосы. Венгарл известен как яростный непобедимый воин. Даже львиные рыцари Форосы, прославившиеся своей жестокостью, держались от него подальше. Ну еще бы. Такой здоровяк. Так, еще нифига, я трачу самоцвет. У меня еще целая гора эстуса. Так, нам нужно вернуться назад. Больше здесь ничего интересного. И нам осталось буквально тут посетить одно место. И можно бежать к боссу. Тут я уже везде был. Да, это одно место, оно находится внизу, но лучше попасть туда другим путем. Тут я как раз сбивал бабочку, кстати. Ничего интересного оно не дает. Вот как раз этот, еще один проход. Перед этим еще посетим вот эту разрушенную башню. Здесь у нас отдыхает старый знакомый. Девушки отдыхают. Ха-ха-ха. Просто ждите, вы дурцы-рад. О, я помню тебя. Не страшно мне так. Я думал, что ты был. Ха-ха-ха-ха. А Крейтон все еще пытается отомстить Пейту. Видать, очень сильно он ему насолил. Душа отважного воина, фемиум, скептика. Так, если я стараюсь аккуратно спуститься колобком. Ну, даже вроде не поранился. Теперь можно упасть сюда. Именно таким путем можно попасть к нашему старому знакомому. Это наша уже вторая встреча с ним. Молодцы не мертвы, не дайте эту крючку выжить на вас. Мы встретимся второй раз. Может, вы еще не проживете мертвы. Молодцы не мертвы, если вы действительно искаете мертвы, то мы обязательно встретимся снова. Можем мы встретимся снова. Вдруг, в некоторое время. Да, обязательно встретимся. Как я уже говорил, надо его встретить три раза. Наводящийся сгусток души. По-моему, такое мы уже что-то находили. Над головой колдуна появляются сгустки души. При выстреле они преследуют цель. Рассказывают, что это заклинание придумал могущественный колдун, но его имя давно забыто. По-моему, мастер Логан его придумал. Так, и вот эта вот оранжевая жижа, она очень круто коцает наш иноментарь. В этой пещере очень большое количество василисков. Ух ты! Василиска, крабат, блин. Так, не понял. Мне еще везет, что они... Да, они начали интенсивно плеваться. Ну вот, про эту дыру я говорил, что сюда можно было попасть еще другим путем. Но тогда бы мы не смогли попасть к нашему дедку на коляске. Так же можно было упасть здесь сверху, и тогда были бы проблемы, потому что это ловушка. У нас бы сразу окружили пять василисков, и, возможно, это бы плохо закончилось. Мерцаящий титанит. Ну, все. Ну, самое главное, это вот эта дверь. Как раз здесь мы можем использовать ключ-клык, и здесь у нас... О, да. Вы можете помнить этих существ. По первой части Драгсоулс, в нарисованном мире Ариамис, они уже были, но там они были безголовые. А здесь она с головой. Похоже на облезшую ворону. Спасибо, что помогает мне. Я Орнифакс. Я даю тебе какую-то форму спасибо. Но я не могу для тебя, в момент. Если бы не было проблем, вы могли бы посетить мою облезшую ворону. Спасибо. Ну, в общем, мы спасли Орнифакс, и... когда в следующий раз мы ее встретим дома в бухте Брайстоун, то она будет нам делать оружие из душ. Из великих душ. Ну, туда еще для начала нужно добраться. Так. Ну, вот, в принципе, и все. С темнолесьем мы практически закончили. Осталось только победить босса. И нужно починить свой цвай. Потому что кастром я пользоваться пока не планирую. У меня еще очень много эстуса. Да и босс сам по себе не очень сложный. Да и к тому же мы еще и пообещали Тарку его призывать. Иначе он на нас обидится и не даст нам ничего. Здесь также еще можно позвать старого стража Брэдли. Но это уже будет чересчур. Какие у меня мощные накаченные ноги. Ну, а Тарк у нас находится здесь. Полускорпион Тарк. Ну, что ж, Тарк. Вон твоя невеста. С виду, кажется, очень маленькая и безобидная. Но шуряется очень больно магией. И стоит только подойти. Она уже не такая уж маленькая и безобидная. В принципе, можно ставить эту разборку Тарку, но... Ну, велика вероятность, что он проиграет. А нам нужно, чтобы он остался жив. На этой локации также еще есть предмет, который лежит здесь сверху. И его можно взять только при помощи нашки. Нужно ее приманить, и чтобы она сломала эту чертову ветку, но... Ой. Но на самом деле этот предмет такая туфта. Так, там лук пасет ее вовсе. Этот босс очень сильно напоминает... ...квилик из первого Dark Souls. Так, ну вот она залезла под землю. Нам нужно будет сейчас стоять... ...где-то здесь. Главное, чтобы она на меня... Главное, чтобы она на меня сагрилась. Ну, блин, она сагрилась, конечно же, на Тарка. Ну, в общем, там... ...огненная бабочка там. Так что, может, сильно не заморачиваться. В принципе, и все. Ушаска пела на нашки. Пока, Тарк. Можно было, конечно, одеть кольцо красного глаза и... ...сагрить на себя, но у меня, по-моему, его нет. Я его не купил. Пещера, само по себе, очень интересная. Сверху можно разглядеть, что сыпется песок. Очень много отверстий. Достаточно неприятная картина, особенно для людей, которые боятся большого количества отверстий. Да, есть такая фобия. Не помню, как она называется. Можете погуглить, если вам интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!